Утро 1, мы на месте. Требя на заработал, вручили рвет у сквола поезды. Узов принят, уезжаем. За минувшие сутки в городе произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 3 человека. В 10 часов утра авария произошла на пересечении улицы Аргенбекова и Шаяхметова. Здесь столкнулись автомашины Хундай, фургон, перевозивший напитки компании Кока-Кола и грузовой самосвал. Как рассказали участники ДТП, Хундай ехал по главной дороге улицы Аргенбекова, а грузовик выезжал со второстепенной дороги улицы Шаяхметова. Столкновение произошло в центре перекрестка. При этом в момент столкновения светофоры не работали. Я ехал по главной дороге и уже подъезжал к перекрестку, когда с второстепенной дороги выехал грузовик. Я нажал на тормоз, но остановиться не успел. Грузовик с задними колесами зацепил мою машину, протащил за собой и когда мои колеса зацепили за бордюр, машина перевернулась. От удара у Хундая вылетело лобовое стекло, кабина получила серьезные повреждения, а часть продукции вывалилась на землю. К счастью, в аварии никто из людей не пострадал. Грузовик отделался лишь царапиной колеса. Сейчас причины дорожно-транспортного происшествия и кто возместит материальный ущерб, выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. Днем примерно в 4 часа сотрудников дорожно-патрульной полиции вызвали полицейские, дежурившие на углу проспекта Толки-Хана и улицы Байтурсынова. В камеру наблюдения они обнаружили возле магазина «Гарант» автомашину марки «Опель Вектора». Прибывшие на место вызова полицейские попытались проверить документы у водителя автомашины. К нам поступил вызов с улицы Байтурсынова. Как сообщили сотрудники Центра оперативного управления, на стоянке под запрещающим знаком с указанием «Работает эвакуатор» стоит автомобиль марки «Опель Вектора». Когда мы подъехали, чтобы проверить документы, водитель автомашины поменялся местами с каким-то человеком, и они попытались скрыться, заехав во дворы. Но мы их догнали и сейчас будем оформлять нарушения. Сам владелец автомашины рассказал, что произошло какое-то недоразумение и умысла скрываться от полицейских у него не было. Я остановился под запрещающим знаком, признаюсь, но потом, когда я вышел из машины, на мое водительское место сел братишка и в шутку заехал во дворы, оставил машину и куда-то убежал. А так ничего противозаконного я не делал. Сейчас брат придет и все объяснит. Впрочем, для полицейских особых объяснений не требовалось. Автомашина нарушителя будет водворена на штрафную стоянку, а владельца авто ждет штраф в размере 10-месячных расчетных показателей. Впрочем, если нарушитель оплатит штраф в течение недели после вынесения, он может выплатить лишь половину от назначенной суммы. В три часа дня к спасателям оперативного отряда департамента ПЧС с просьбой о помощи обратилась женщина-жительница микрорайона Восток. Она рассказала, что ее пожилой соседке срочно требуется помощь и, возможно, даже медицинская. Как сообщила спасателям пострадавшая женщина, она упала в квартире и уже несколько часов не может подняться. В замке дверей она оставила ключи, поэтому спасатели приняли решение дверь вскрыть, взломав замок. Войдя в квартиру, спасатели обнаружили женщину, лежащую на полу. Оперативники подняли пострадавшую, перенесли ее на диван, а позже передали в руки врачей скорой медицинской помощи. А поздним вечером, примерно в половину десятого, с аналогичной просьбой к спасателям отряда обратилась молодая жительница улицы Байтурсынова. Она попросила вскрыть захлопнувшуюся железную дверь. В квартире остались двое малолетних детей, сообщила женщина, а на кухне горит газ. В течение 10 минут полицейские дверь вскрыли. Дети в ожидании мамы стояли в коридоре. К счастью, никто из малышей не пострадал. Утро от первого, мы на месте. Ты на нас заработал, вручили в эту скволу полосы. Мы заприняты, уезжаем.